Строительство Духовно-просветительского центра в Новополоске продолжается. Пусть не семимильными шагами, зато поступательно, основательно при поддержке всего города. В начале июля над алтарем и звонницей установили купола. Сразу после рабочие приступили к отделке барабана. Материал сам нержавеющая сталь, покрытая нитрититаном. Ну как трудоемко, тут все трудоемко, тут такая работа, что... Сильно тут не разонишься. Все надо делать вручную, все как-то подроняется, придумывается. Что-то с вышки, что-то на земле, комбинировали, что и там работали, и тут заготовки, тут делали, устанавливали, там с вышки. Из выполненных – работы по обустройству трех арок под куполом. Сюда привлекли специалистов предприятия «Нефтезавод Монтаж». Задача на сегодня – сделать кровлю между двух арок. Справиться с ней планируют к концу октября. И, в принципе, кровли, можно так сказать, зиму уходим с кровлей. То, что и планировали. Вот, алтарь закончен. И осталось сейчас еще... Сейчас я делаю эти шары под кресты. Их установим, чтобы закрыть эти соединения болтовые. Ну, и все, как бы, в принципе, то, что планировали, то, как бы, сделали. Ну, вроде так, все ничего. Уже после можно будет приступать к внутренней отделке духовно-просветительского центра. Но прежде важно решить вопрос с установкой входной двери и окон. Что касается последних, то они уже изготавливаются. Благодаря пожертвованиям новополочан удалось собрать 25 тысяч рублей. Для оплаты услуги нужно найти еще 7 тысяч. Есть трудности из-за кубка металла. Его должны поставить в ближайшее время. Цена вопроса 5 тысяч. И здесь важна поддержка всех неравнодушных горожан. Участие в строительстве – это тоже деятельная вера. Поэтому всегда храмы строились на пожертвования, на добровольные пожертвования. Это как деятельное участие в строительстве храмов, как деятельное проявление веры христианской. Поэтому, конечно, мы просим, приход просит помощи, кто просит против добровольных пожертвований, то есть чтобы человек мог проявить свою веру в деятельном участии в строительстве храма. Любая помощь, молитва, жертва, участие – это приносит пользу не только стройке, но и самому человеку. Строительство Духовно-просветительского центра идет в Новополоский четвертый год. На каждом этапе мощная поддержка горожан. Большим подспорьем становятся акции по наведению порядка. За время их проведения удается собрать хорошую сумму. Часть средств идет на реализацию очередного этапа стройки. Возможность помочь проекту появится у новополочан уже в октябре. В городе пройдет общегородской субботник.